Пять небольших грядок и 30 видов растений. На первый взгляд цветочная клумба. На самом деле аптечка на все случаи жизни. У такого вида ландшафтного дизайна название соответствующее аптекарский огород. Ромашка от воспалений, фенхель против кашля и хиноцея для иммунитета. Здесь найдется лекарство от любой хвори. Главное принимать по рецепту. Чтобы сделать чай шалфея, надо высушивать соцветия в темное место и заваривается 1 чайная ложка на стакан воды, кипятка. Настаивается 15 минут и потом можно использовать. Он как антиоксидант. У него очень приятный вкус. В аптеке под открытым небом сразу три вида шалфея. Аромат у шалфея активный, впрочем, как и вкус, пряный и горьковатый. Фиточай шалфея – это полезный и натуральный напиток. Его применяют, когда лечат кожные заболевания, ангину и стоматит. Напиток также пьют, чтобы улучшить память. И это лишь малая доля того, с чем способен справиться шалфей. Это у нас расторопша пятнистая. Ее используют как болезнь в печени. Высушивают тоже листья, соцветия. И заваривают также 1 чайная или столовая ложка. Ну, чай, конечно, с горчинкой. Водный настои или чай семян способствуют регенерации печени, устраняет печеночное давление. Его назначают при воспалении желчного пузыря. Еще один интересный обитатель аптечной грядки – физалис мексиканский. Его еще называют томатила. Плоды полезны при диабете, гипертонии, ожирении и профилактике онкологических заболеваний. Это у нас фенхель обыкновенный, тоже как эфиромасличное растение. Используется как отхаркивающее средство, тоже завариваются цвете. Такие аптекарские огороды – старинная традиция. В 1706 году по указу Петра I на окраине Москвы был заложен огород для выращивания лекарственных трав. В саду выращивали целебные травы и на месте готовили из них лекарства, а также обучали студентов. Традиция живет и по сей день. Здесь, на нашей территории, студенты нашего университета проходят производственную учебную и предипломную практику. Мы решили создать для них материальную базу, чтобы они собирали ту информацию, которая им надо. Фармакология шагнула далеко вперед, но у фитокухни и аптеки множество поклонников. Никто не откажет себе в удовольствии выпить чай шалфеем, календулой или ромашкой. Или приправить салат фенхелем. И вкусно, и полезно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова